привет чуваки с вами говно да да не удивляйтесь с вами говно 007 и сегодня в этом ролике я хотел поговорить о гузеевой знаете кто такая гузеева вот такая тёлка которая войдет в передачу давай поженимся там гузеева роскся обитого и еще одна какая-то белобрысая ну так вот про гузееву у меня-то это самое я живу за рубежом и у меня представляете у меня за рубежом в моей заграничной резиденции резиденции грузчика в американском доме так сказать есть даже два телевизора причем плоских представьте у меня у грузчика два плоских телевизора у нищего иммигранта два плоских телевизора и один я всегда смотрю потому что второй он поломанный вот и смотрю я значит русский канал представляете чуваки как я крут и смотрю я передачу всегда прихожу после непосильных трудов на моей фирме на на фирме грузчиков после непосильных трудов прихожу домой уставших уставший жру макароны без мяса ложусь в койку и к семи часом я уже смотрю значит эту передачу давай поженимся и там значит самое сбитого значит речь толкает но лучше всех речь толкает это как ее гузеевого вот чё я заметил то чуваки вот каждый раз когда приходит например жених и невеста и у них там вот кить в анкете например написано что вот там хочу замуж там или жениться и хочу уехать жить там в америку или там в чехословакию или там во францию и как только читает гузеева вот эту вот анкету что человек хочет жениться и уехать она сразу в штыки она сразу говорит ребята за зачем вы хотите уехать вы что думаете вас там кто-то ждет вы думаете вы кому-то там нужны вот она всегда очень к этому не на неравнодушно что когда какое-то обычное простое бытло хочет взять просто так взять у человека такая мечта взять и уехать в америку или в любую другую страну вот у человека мечта взять и уехать у простого человека у простого быдлугана да и тут гузеева сразу в штыки а на следующей передаче она может сказать у меня полно друзей которые живут за рубежом то есть друзья ее которые живут за рубежом это окей а когда обычный быдлуган хочет свалить за рубеж это не окей и объясняет она этим что не надо сваливать за бугор а надо поднимать свою страну свою страну она поднимать хотя вот ее знакомые которые за бугром непонятно почему не поднимают свою страну или уже на поднимались я не знаю я не знаю так вот я вот этого опять я не понимаю этого вот если бы в швеция была подобная передача давай поженимся и кто-то из обычных шведских быдлуганов сказал бы я хочу жениться и поехать жить в америку эмигрировать в америку ни одна ни один ведущий не сказал бы этому человеку да зачем ты поедешь в америку да кто тебя там ждет да кому-то там нужен ты должен швецию поднимать это это просто чуваки это не реальна нереально нереально ответ был бы в принципе у всех ведущих примерно такой если бы какой-нибудь был луган сказал я хочу переехать жить эмигрировать в америку ведущие бы сказали ооо типа классно и чете там есть зацепочки запуточки с кем-то ну да там там есть у меня там кое-что в идеях там да хочу вот попробовать ну типа удачи тебе удачи с америкой вот так бы сказали понимаете я еще раз повторяю это не потому что шведы не любят свою родину шведы очень любят свою родину они например с чего вот с чего начинается родина вот как вы думаете вас чего да вот ответьте мне на вопрос с чего начинается родина я отвечу чего начинается родина в нормальных странах на западе родиновым начинается с выброса мусора вот любой ребенок на западе когда ему даешь пакет с мусором он идет вниз в специальную комнату с этим пакетом и сортирует пакет, металл в пакете, он выбрасывает, ну, например, крышки металлические, он выбрасывает в бачок с металлом, в стекло, в бачок со стеклом, там, пищевые отходы, в специальный бачок, в специальный пакет такой, такой бумажный, и в пищевые отходы. И это знает каждый, каждый, я вас уверяю, каждый ребенок в цивилизованной стране на западе, а вот в России тоже люди сортируют стекло к стеклу, пищевые отходы к пищевым отходам, я думаю, что это все идет в общий котел. Так вот, чуваки, родина начинается, так, по моим понятиям, это вот с выброса мусора, вот так, как люди выбрасывают мусор, вот такой простой пример, вот как люди выбрасывают мусор, да, как они относятся к такой вот повседневной обыденной хератене, да, пойти и выбросить мусор. Они пойдут его и рассортируют, потому что люди понимают, что надо мусор сортировать. А вот эти вот, такие, знаете, блатные, например, телки, живущие где-нибудь в Москве, с такими раздутыми губами, да, ну, например, пойдет такая телка выбрасывать мусор, откроет двумя пальчиками двери, закроет вот так вот нос, если, дай бог, еще есть там у вас в Москве, там, или где в России мусорная комната, закроет нос, зайдет мусорную комнату двумя пальчиками так, даже бачок не откроет, думаю, кинет, кинет на землю пакет с мусором и уйдет, ничего не сортируя. Вот, вот оно отношение, понимаете, вот, вот с чего начинается родина. Но, сука, с раздутыми губами она будет ходить и показывать всем, что у нее раздутые губы, у нее сделанные сиси, я крута, а чем крута, чем крута, что, миньет кому-то делаешь за 100 долларов, ну, круто, да, я понимаю, круто, ну, лет до 40, а после 40 что? После 40 уже все. После 40 уже все. Тебе не то, что миньет ты никому не сделаешь, тебе, да тебе даже бесплатно никто не даст. Ты будешь доплачивать. Вот такие вот чуваки у меня сегодня мысли. Так вот, опять вернемся к Гузеевой, да. А сама, когда свалила в Америку, об этом особо, ну, не рассказывает. Свалила, кстати, и поняла, что ей в Америке ловить нечего, вернее, не ей в Америке ловить нечего, а, видать, кого-то дурака там нашла. Наверное, была молодая, неопытная, связалась с каким-то дураком и сразу с Америки, ну, потом поняла, что он дурак и свалила. Вот. Зато артисты в девяностых начали сваливать в Америку, которые действительно там нахрен никому не нужны. Ну, нахрена вот в Америке артист, который не говорит нормально на английском. Да, конечно, он нахрен там не нужен, какой бы он талантливый не был. Так нет, когда артисты сваливали, это все нормально было, им как-то можно. А простому быдлу нельзя почему-то. Простое быдло должен страну поднимать. Что за херня такая? Каждый человек имеет право, я считаю, если ему не нравится что-то, да даже если ему и нравится все в своей стране, имеет право поездить по миру и попробовать себя в любой стране мира, я считаю. Кому-то, например, кто-то может живет на севере, он не хочет жить на севере, хочет жить в солнечной Испании. что здесь такого? Климат не нравится. Человек не имеет право жить в Испании и должен на севере корячиться. Я вообще не Вот этого я не понимаю ЧААААААААААААААААААААААААААААА